Ее гобелены вошли в золотой фонд чувашского искусства, но она продолжает удивлять своей живописью. Юбилейная выставка народного художника Чуваши Раисы Терюкаловой открылась в художественном музее. В живописных композициях скрытый драматизм, в гобеленах глубокая лирика, тесно связанная с Чувашей, ее природой, образами трудолюбивых женщин и девушек. Это какое-то особое чувство мироздания. Вот это ничем другим невозможно передать. Даже сонеты, романы могут не достигнуть так, как зрительно, образно художник несет нам, аудиторию. Спасибо вам, Саиса Фоминична. У нее очень интересные мазки и вообще техника живописи. Я заметила, что она с каждым разом новую технику использовала, пробовала себя в разных стилях. Это не может не вдохновлять. Раиса Терюкалова, так же, как и эти студентки, училась в Чебоксарском художественном училище, затем продолжила обучение уже в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной. Из выпускников Мухинки никто до Терюкаловой не выходил на диплом с технологией «Батик». Она вполне могла бы творить в Ленинграде, но стремление развивать искусство гобелина на малой родине в Чувашии пересилило. Годы учебы вспоминает ее однокурсник, еще один известный мастер, проски Вити. Вот когда мы учились в нашей группе, в нашем курсе были очень талантливые люди. Просто, если Всевышний спросит, что ты видел там на земле, я скажу, я видел гений. Просто гениальны были люди. Это на ней тоже сказалось. Она держала уровень. Она не могла отстать от этой компании. И прекрасно дополняла. И вот сегодня берем смелость говорить так, что она участвовала в создании нового явления в Чувашском искусстве. Гобелин и Раиса Терюкаловой вошли в Золотой фонд Чувашского искусства. Она создавала батики, декоративные панно, театральные декорации. В последнее время художница больше обращается к живописи. Натюрморты, пейзажи, особенно проникновенные портреты. Они отличаются тонким чутьем и восприятием образа через цвет. Раиса Фоминична не только имеет все регалии, звания, но от себя хочу сказать, она прекрасный человек, душевный. Я лично бывал в мастерской, когда еще только начинал министром работать. Несмотря на возраст, Раиса Фоминична вновь и вновь берется за кисть. Еще поют «Серебряные струны», название выставки, которая будет открыта в Художественном музее до 10 февраля. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова